Вот такое вкусное, сладкое лекарство можно приготовить не только взрослым, но и детям. Его горячим есть нельзя, конечно, но когда немножко остынет, вкус изумительный, пахнет лимоном, медом. Очень вкусное лакомство и полезное. Здравствуйте! Сегодня вторые сутки пошли после моего лечения охриплости голоса и кашля. Как я это делала, смотрите в моем ролике. Осип голос. Что делать? Осиплость голоса зачастую не воспринимается как проблема, потому что люди как бы и не считают и не лечат эту болезнь, а зря и неправильно. Если не лечить, то можно со временем не потерять вообще звонкость голоса. Охриплость голоса возникает всякими различными внешними факторами, и их нужно обязательно знать и вовремя лечить. У меня охриплость голоса возникает очень часто. Причину я, конечно, свою знаю. Поэтому весной, когда все вокруг цветет, блоухает, у меня, конечно, приходит вот это сильное обострение горла и возникает осиплость голоса. Я расскажу вам свои способы лечения, как я от этого избавляюсь. Первое, что я сразу принимаю, это вот рассасывающие любые леденцы. Стрептелс, тамтумверда, фаренгосепт. Их-то много. Антисептики, конечно, мироместим. Очень хороший раствор для полоскания. Люголь для смазывания горла. Но я предпочитаю, конечно, лучше всего народное средство. Это вот наше детское, как мы помним, гоголь-моголь, в который берется два желтка и одна столовая ложка сахара. Взбивается и выпивается. Очень хорошо помогает. Молоко с минеральной водой в пропорциях 0,5 стакана молока берется и 0,5 стакана минеральной воды. До еды три раза в день. Также само очень помогает. Лимон вместе с кожурой. Может, с медом, как я употребляю. Если кто не любит мед, можно с сахаром. Можно в блендере перемешать. А можно дольками нарезать, пересыпать и кушать. Самый мой, на взгляд, отличный рецепт, что даже понравится любому ребенку. Потому что не каждый ребенок кушает эти таблетки. И вы забудете буквально о кашле и осиплости волоса буквально через двое суток. Самое вкусное лекарство от осиплости горла и кашля, это вот сейчас я буду делать. Берем стакан воды кипяченой, это 300 мл. Один банан средний, цедра лимона и мед. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Берем кастрюлю с водой, дошлычок, наши залитые бананы, оставляем накрытыми. И ставим на водяную баню на 20 минут. Пропарилось, как видите, 20 минут. Горячему его кушать, конечно, невозможно, но пока горячее. Вот немножко пускай остынет. И вкусное, сладкое лакомство понравится не только взрослым, но и детям. Вы уже видите, как я разговариваю сегодня. Это прошли двое суток. У меня голос восстанавливается и кашель уже прошел. Вот такое вот вкуснятину можно приготовить не только взрослым, но и детям. Субтитры делал DimaTorzok